вторая карта bb team против аврора гейминг по-прежнему формат встречи b3 теперь до двух побед играется у нас первый день плей-офф это первая серия вторая карта по-прежнему бб дача белград сегодня у нас предстоит помимо этой серии еще три серии следующая серия будет у нас играться тундра против гладиаторов дальше примерно в 6 часов вечера будет играться спирит против братья якульта и последняя заключительная серия будет ликвид против falcons да вижу спасибо убираю убираем так что давайте перейдем к драфтам к банам и будем разбираться что к чему что куда кто сильнее кто послабше будет бб забанил шадов демона энчантрас нагу сирену пангальера энигма аврора гейминг забанил бэтрайдера инвокера пака луну алхимика сверху у бб по получается по драфтам так эмуэрта туск бисмастер эмбер спирит так вижу эмбер в центр вижу бисмастером сложную муэрта скорее всего пятерка туск у нас четверка скорее всего или возможно мэрт для сэйва да да это мэрт для сэйва а туск у нас пятая позиция для котаоми что у авроры гейминг шторм спирит пугна клок медуза так шторм у нас центральная линия медузка у нас скорее всего керри до для т.а. 2000 пугна у нас четвертая позиция и клокверк пятерка нужно кого-то в сложную линию для авроры гейминг идем нужен ну кто-то кто хорошо будет стоять против какого-то керри котового к которого мы еще не знаем потому что бы бы нужно добрать керри а аврора гейминг нужно добрать hard лейнера бб под баня ли дума хороший кстати дум видимо это намек на то что будет условный морф условный морф потому что зачем вам банить самому самим дума до кроме всего морф не в бане до морф не в бане так алхимик антимейч у банят авроры гейминг никс ассасин но них ассасин уже не будет потому что есть нас уже пятерка четверка хотя нет мэрт а керри против медузки нет морф но морф идеально смотрится для б.б. мне кажется это идеальнейший пик визажа подбанили но они так защитили очень сильно защитили своего морфа если это будет морф я конечно же могу ошибаться но как по мне здесь идеальный выбор морф тем более морф вполне себе может сражаться в лейте против медузки то есть от стонгейса новой форме уходить может медузку можно перевоплотиться там дать 2 дать 3 то есть но пожить можно или перевоплотиться в пугну то есть повесить декрепифай на себя то есть но вариантов много мне кажется что морф самый ходовой вариант для команды б.б. им здесь я конечно же человеке тоже могу ошибаться посмотрим прав ли я или нет скоро мы это узнаем довольно таки скоро до ждем последний бан я бы на месте авроры банил как раз таки морфа потому что ну ну морф идеальный выбор да естественно сюда бы прям идеально зашел антиметч которого они забанили сами так что нужно будет но без антимага я не знаю кто еще герокоптер не очень смотрится как по мне хотя как вариант то есть в жестком лейте можно бодаться знаю давайте просто подождем и посмотрим кто там будет вивера забанили но вивер это просто линия хорошая хорошая сильная линия вивер плюс туск это правда возможно возможно у а вроде гейминг будет какой-то интересный хардлайнер или что потому что вивера вряд ли б.б.б. пикали это дазл в сложную линию на морф ну да морф как раз таки для б.б. тим б.б. но чтобы я хотел сказать дазл хорошо стоит свою линию даже против морфа то есть для дазла это хорошая линия но вы знаете морф не так будет сильно страдать как какой-нибудь другой персонаж да ему будет непросто потому что яд этот противный плюс он еще скорее всего будет с клокверком да да он будет с клокверком а пугна скорее всего пойдет у нас в топ ну потому что пугни намного проще стоять как раз таки с медузкой блин но не знаю не знаю давайте как всегда по линиям центральная линия у нас получается шторм спирит против эмбер спирита до довольно таки ровная линия реально эмбер спирит должен по умолчанию быть немножко посильнее но я бы сказал что какие так а он хорошо постоит на эмбере в принципе как и обед хорошо постоит на линии помнится что предыдущей карте центральную линию забрал себе обед который играл как раз таки на будет спирите играли там один на один все было четко никто не приходил так что матча выиграл обед здесь я бы отдал свое предпочтение там 50 на 50 ботом линия где стоит у нас морф против дазла но это такая сложная то есть в любом случае против дазла сложно стоять морфу не так сложно как условно какому-то другому керри но все равно при желании они могут убивать то есть они могут убивать здесь морфа потому что яд очень сильный это очень сильный спайл у дазла плюс нужно помнить что на первых уровнях перекачка не такая и так быстро работает как позже так что нужно быть очень осторожны возможно раз другой даже попытаются убить если туз где-то провтыкает свой сноубол да или там шарды потратить и не сможет закрыть противника то реально могут раз другой убить так что я бы сказал что ботом линия будет все-таки за командой аврора но в топ линии у нас получается что бис мастер плюс муэр ты до против медузки с пугной что по этой линии хочется сказать сразу хочется сказать что медуза хорошо стоит против без мастера по факту без мастеру если убить удастся медузу то только где-то там после 4 5 уровня когда топоры будут раскачаны и он будет качаться через кабанчика то есть тогда возможно возможно так в принципе медуза хорошо стоит по факту это плюс-минус хорошая легкая линия на без мастер тоже должен свое получать но не так как бы ему хотелось что топ я бы сказал плюс-минус тоже ровный до что у нас по рунам снова три руны для bb что ли до 3 руны за bad boom team и всего лишь одна руна за командой аврора друзья извините немножко перчит горло не знаю чем это связано возможно немного простыл поэтому время от времени буду вырубать микрофон если будет кашель потому что но что-то и буду старать не так сильно орать потому что если довольно таки усердно комментирую то все больше и больше горло ну вот опять да хочется верить что у нас все будет четко и мы нормально сможем покомментировать посмотреть этому эти матчи потому что матчи довольно таки интересные все сегодня все очень интересные матчи и вы знаете прям вот те восемь команд которые есть в плей-оффе довольно таки все плюс-минус ровные фаворитами среди всех наверное как по мне как по мне все кажется а bb и тундра наверное это главные фавориты я думаю что bb тундра сто процентов должны проходить дальше spirit falcons ну блин перед я думаю что спирит смогут обыграть в айби хотя x и g могут отжать хотя бы одну карту но я думаю спирит одолеют так давайте смотреть что у нас в топе видим что мера имеет 42 против медузки 41 пока что ровно медузка фармит мира фармит все у них отлично так здесь кио закрывает в когах которыми на котором и просто на сну в боли уходит это значит что рядом нету это ошибка друзья это ошибка это просто ошибка он вкатился перекачан в ловкость дазл просто первым хилом друзья первым хилом себя подхилил и это фраг фбшка фбшка для джабса но это ошибка от пюро и теперь пюро будет еще сложнее пюро придется в этой игре камбэкать потому что дазл имеет третий уровень пьюр у нас какого перу нас 2 еще даже половина третьего нету так что были ну хорошая храна но так и должно быть возможно не прям так потому что пюро сам ошибся в этом деле и как говорится это его вина то есть что он вкатился потратил в форму то есть был имел мало хп да и просто отлетел кота вами кстати хакатами может умереть еще . нет ладно и стеки переделка работает конечно же но который без жирный быстрый опага не имеет против клокверка нужно покупать сапог потому что вот эти батарейки коги постоянные очень сильно мешают тебе жить видим что у морфа пока что 16 2 против 13 4 то есть чувствует себя более-менее нормально при том что его убили но с уровнем будет все сложнее будет и сложнее потому что яд будет расти сейв ставить здесь за келлинг и коврой ли скорее всего каори умирает да хороший фраг четвертая минута у нас пока что 11 до нужно было заврить чаю реально спасибо да я не знаю то есть может такой теплый горячий выходил во дворе уже с утра когда я садился в авто было по-моему три градуса и на меня вот этот удаленный пуск сажусь уже теплую машину то есть только мне там с подъезда спуститься убили обед соло просто ки атаку охренеть обед в солоке так убрину второй раз друзья второй раз за сегодня обедом соло убивает ки атаку боли ну обед красавчик молодец так катывается котоми это значит он потратил сноубол еще будет нападение как раз таки на юра либо на котоми да кстати котоми может отлететь еще . не знаю сгорит сооружение до должен должен сгорает это минус котаоми и возможно еще и до пюрехи докопаются пюреха пока что на перекачке есть 10 стиков нет жить будет ну должен жить но стики брат юзай стики заюзал стики хорошо боже как же больно то сделайте кто-то сейф т.п. охренеть то есть что некому сделать сейф т.п. муэрта имеет т.п. почему не сделать ладно они здесь убивали скорее всего медузку но не знаю друзья то есть вы убили медузу но у вас очень сильно страдает морф если мы подрубим на это все увидим что морф последний network из всех коров без мастер чувствую себя отлично да за также чувствует себя отлично видим что обед немножко обыграл здесь ки атаку потому что он сделал соло фраг а так я думаю ки атака должен был бы быть чуть впереди медузка конечно же тоже здесь немного страдает от этого без мастера так пошел фокус меру убьет убьет каори должен убивать еще тычка ipad замедлили но некуда деваться кстати где-то такие так а там убил обида здесь мера убивает каори возможно было просто вылазка там все-таки 6 минута стянулись саппорты потому что активная руна руна кстати инвиза подвязали здесь кью пошел нас дэдшот еще будут просто убивать хорошо вот и хорошо и вы знаете что друзья хотел бы наверное разочаровать фанатов авроры гейминг если такие есть но я думаю что они должны были сильно доминировать да они конечно же загнобили морфа но не то это не то то есть мы видим что и умирает и медузка и в центре убивают и а беда и доберутся скорее всего и до дазла и с дазлом будут проблемы а с дазлом тройкой нападение здесь на медузку медузка довольно таки быстро умирает через ultimate peace мастера так вот да да за тоже доберутся команда которая пикает дазла похрен это третья позиция или это вторая позиция в центр то есть вы должны доминировать потому что дазл тройка он ничего не делает после мидгейма реально если мидгейме вы сильно не задоминируем и видим что ну команд аврора гейминг в принципе не доминирует то что они загнобили пюре ху сильно это правда очень сильно загнобили видим что у медузки дела еще хуже так что я думаю не так все плохо как бы могло быть так подвязали здесь а беда в абид 6 есть за келлин вкатывается здесь котаоми нет нет отпускает здесь а беда в живца так падает т1 тавр у команды аврора и бб возможно будут стягиваться на ботом линию заходят чекнуть есть ли стаки или нет на вражеские двойки стаков видим что нет просто ни одного стака хрень вас медуза играет в команде у вас ни одного стака как так подвязали здесь клокер как локер будет умирать и шардын пока кстати живет долго живет но умирает знаете что интересно из авроры я смотрел интервью то есть они не общаются блин не помню кто там интервью давал я просто вот смотрел они не общаются то есть парни просто сидят в пятером каждый сконцентрирован на своем герой и все то есть они не общаются но это из интервью не знает так она это или нет ну пацаны просто не общается на орали здесь нам даст лав минус jobs q который прилетел также отвалится да и у также отваливается это минус 2 волрус панч пол медузки но медузку сейчас навряд ли пробьют потому что она под своим т2 плюс ребята из бб довольно таки биты и так что медузка будет жить на что принципе она и происходит возможно в этом проблема не знаю но общаться нужно уже команда то есть вам нужно как-то согласовывать свои действия чё куда зачем почему то есть общение это всегда плюс кстати бист собирается через домик есть уже первый домик скоро будет оверлорд но я не знаю я бы она не я бы не делал второй домик зачем он то есть вы хотите жестко задоминировать блин ну купи тогда себе pipe там или crimson собирай или можно сделать первый домик потом огоним нижнюю башню сил тьмы атакуют блин лишь бы я не заболел конечно же будет чечу так ну что пошла 11 минута 4000 ведут помните у бб раньше была такая проблема в принципе довольно таки большая проблема что они доминировали в сели не прям жестко доминирует бб наверное даже не вспомню до даже дори шафла в принципе дори шафла что чтобы бб проигрывали не такого не было бы всегда выигрывали линии выигрывали mid game и после мид гейма начинались большие проблемы они не знали как закончить игру это было их самая большая ошибка и самая большая проблема они не знали как закончить игру вроде как они все это дело по пиксели да ну вот я так смотрел несколько матчей то есть как будто бы ки атака не всегда стабильники атака очень жесткий парень реально то есть он мне кажется он очень сильно перспективный но на морально мне кажется нестабильный то есть там вот тут не получается у него то есть я думаю что его там за типать за дизморалить очень легко то есть он очень легко поддается провокации у меня сложилось такое мнение то есть это довольно таки субъективная мысль по этому поводу так что возможно это так возможно нет ну просто сложилось такое мнение двенадцатая минута счет 94 видим что аврора немножко страдает пока пока не так все плохо как могло бы быть но даже просто выпадет из игры мы видим что даже уже скатывается вниз до по нетворцу а морф подымается в принципе все игроки все коры из команды bb находится в топе по нетворцу шторм спирит хочет сделать себе арчит но этот арчит появится очень и очень поздно арчит хорош против морфа но мне кажется у морфа быстрее будет мантастайл нежели мантастайл скоро будет 800 голды нежели появится артида арчи да еще гого я думаю не стоит покупать арчит лучше покупать вичблайт или купить каю бкб потому что ну тебе сейчас нужно принимать драку есть хукшот от кью закрыли в сейф прожимает ультимейт ставится за келлинг сейва скорее всего бью до убивает сейва кью на подсосе ему там подсасывает пугна и кью выживает хорошо убили сейва вы знаете аврора так немножко отгрызнулись но это по мелочи но тем не менее приятно то есть как минимум прогнали бб и бб не буду чувствовать себя несколько минут так уверенно как бы им хотелось если так посмотреть то в авроре неплохая драка но не такая как у бб просто бб жесточайшая драка и авроры с одного бог с одного с одной стороны у дазла да то есть вот не вроде как с дазла много подхила много урона magic дэмэджа вы вроде должны идти доминировать а с другой стороны медузка да ну медузка жадно ей нужен фарм много фарма и вот эта жадность скорее всего сыграет злую шутку для команды аврора геймин да пока я вам рассказывал убили здесь а беда и убили у нас каори через за келлинах на и тратили он тимой нет не тратили даже не тратил тимой есть кстати второй домик новоса вторым домиком решил собраться просто если будет переворот до от команды аврора game то этот второй домик это будет самая бесполезная покупка то есть что он будет делать этим вторым домиком непонятно потому что что он спит просто будет этого большого крипа убивать без каких-либо шансов и много нетфорса коту под хвост в молоко просто будет выброшенное да морф имеет уже манту ставил да не стал делать какой-то там промежуточный фалкон блэйд то есть но тем не менее эмбер спирит до фармин мой слэр очень хороший здесь предмет хорошо заходит и проблемки проблемки начинается проблемки у аврора гейминг муэрда дофармила себе ротов атос возможно дальше стоит сделать штром лишь для и пнирки и так а нашел здесь каори но каори подойди крепим который пока что не контрится морф по моему собирать себе diffusion blade возможно потом будет дисперсер не знаю какую ставку он делает по этому поводу на свои артефакты но факт в том что 7000 ведут bb 11 фрагов имеет то время как аврора только 5 по графикам 83 брин многовато но я наверное соглашусь то есть я думаю что эта карта нас довольно таки быстро закончится потому что какой бы там не был план у аврора гейминг мы можем наблюдать что этот план полностью провалился то есть он полностью не работает то есть бб в смоках кого-то ща найдут если найдут можно потом пойти забрать ваша рошана либо зайти на топе где рядом как раз таки стоит до 2000 просто чувствует что началась погоня прожимает стонгейс и просто делает типа вот и это очень хорошее решение потому что мог отлететь на изи здесь так блин даггер покупать себе бис но нет все игра все силы тьмы укрепили свои сооружения силы света укрепили свои сооружения да падает у нас последний внешний товар команды аврора и после этого можно пойти забрать рошана получить аегис получить преимущество и пытаться заканчивать игру я думаю что это вполне реально дазл фармить свой аганим не знаю будет ли он и у него аганим до конца игры потому что нет будет уже есть аганим прошу прощения то есть ну блин аганим сильный котаоми встретил здесь дазла валрус панч за келлинг дельшот минус дазл вот вам и дазл 7к нетворса просто отлетает и бесполезный просто бесполезный линию выиграл сто процентов ну а дальше играть что не пошла бб остальные линии задоминировали все отлично чувствует себя хорошо имеет большого без мастера и теперь еще большого марта который хорошо камбэк ну есть у него уже аегис я притащить себе не фужил блэйд и все хорошо у бб нападение на к 2000 через за ротов атос мана заканчивается и медузка становится бесполезной на три тычки байбек если что у нее есть с байбеком проблем пока что нету ну и что друзья кто какие ставки делал на победу бб блин ну там кэфы прям были очень маленькие я думаю не стоит их денег так на ралли здесь на джапса и уставит коги как-то зонит противника но вы знаете по моему до появится пролетает здесь медузка 100 гейс будет так что бб отойдут видимо до отходит ура на наверное очень рано то есть наверное я погорячился что пора заходить потому что мы видим что все таки очень сильно еще товара пробивает очень быстро рез поются противники то есть возможно стоит подфармить морф хочет сделать себе дисперсер одобряю хороший выбор и джаб здесь с аганимом не знает чем ему заняться барабаны барабаны для сейва без мастер по моему делает себе владимира да это будет владимир после блинка хочет укрепить еще сильнее свою команду ну пока работает все это дело пока что могут поймать могут так прожимать со стон гейс а я я я я я да улетает улетает у нас ки атака чувствую себя хорошо потратили еще 100 гейс возможно сейчас придав этот стоп гейс бы понадобился но к сожалению его не будет и пошел фокус от пюро на ралли здесь на джабса джабса форстафаю за это время должны снести т3 товар до сносятся 3 товара включился бэкдор уже подошли крипы уже бэкдора нету нужно сломать барак нужно сломать барак стоит палка отпугнут палка хорошо работает видим что палка она отлично работает и кстати бы бы они смогут скорее всего забрать а это плохо если не смогут забрать потому что медузка шторм дозла пока что не учитываю дозл принципе пока что они есть большая проблема но вот медуза и шторм это проблемы если вы не будете забирать и стороны то проблема будет все больше и больше дорогие зрители до преимущество довольно таки большое реально тринадцать пять одиннадцать тысяч но нужно забирать сторону обязательно очень хотят бы забрать да у них получается есть малию милишный барак ставится за келлинг и ребята из бы просто отходят хорошо сломали милишный барак рано или поздно оранжевый сам упадет и грубов для трубов для эмбер спирита до так дисперсер готов ну вроде как все есть у команды бб и можно попытаться заходить на вторую сторону видим штуки атака в топе подпушивает крипов пошел фокус по т3 таверу а если уже гоним шарту джакса аганим шарт есть да уже хорошо нужно драться нужно драться обязательно команде aurora gaming иначе они просто потеряет без каких-либо файтов стороны так что там по граф 90 процентов ну блин конечно согласен что бы бы впереди сильно но как по мне уже 90 процентов ставить на бб на их победу я думаю что нет на ралли здесь на кого на ралли на пугну пугна довольно таки быстро уходит в таверну q также уходит пошел фокус от абида по эмбер спириту через арчит и обид принимает верное единственное решение улететь потому что рядом уже была команда и он был еще и без маны так а здесь подцепили морфа хранить пюру больно когда перекачанный будет больно очень на видим что барак оранжевый все же упал и пошел фокус хочет милишная думаю что стоит лучше бить оранжевый так летит обид ставится за кенни такой более защитный пошел под хила есть я от хорошо есть свинка есть хукшот есть коги и на в форме уходит пюре я думаю что нужно полностью отойти потому что ну аврора дефаются дефаются хорошо и они если бы били рейнджовый брак то уже бы снесли а так милишный барак сейчас отхилится непонятно непонятно через сколько попытаются снова зайти команда бб так полетел шторм подцепил здесь пюра пюр без маны а это значит что перекачка кончилась и пюре как кстати может отлететь до пюреха отлетает прожимается стонгейс и нужно всем остальным игрокам из бб просто валить нахрен отсюда потому что будет умирать все кто остался котоми подцепили здесь есть по нему хекс с аганим шарда джапса пока что котоми укатывается на сноуболи но это никак не спасать его от смерти это минус 2 и это вы знаете но это конечно же не камбэк но это такой небольшой переворот это значит что какое-то время аврора выиграли но выиграют то есть и может там четыре руны богатства охренеть по 300 голды каждому почти но почти по 300 офигеть по 290 сколько там 95 и сколько там ну почти по 300 голды транквилы опнутые для муэрты будут забирать они свой терзатель там кстати две руны мудрость и стоит у бб 16 почти 17 уровень морф возможно стоит подождать следующего рошана следующий аегис то есть и пытаться с ним зайти потому что мы видим что уже не такие слабые команда аврора гейминг то есть время тянется до нижнюю башню сил света атакует часики крутится лавэха мутится ну да пока что именно так порстав для пугна так спустя 26 минут и дисперсер есть уже в т.а. 2000 хорошо это хорошая работа против морфа выжигание нормально давайте посмотрим в принципе все предметы так морф пт манта дисперсер эмбер фэйзы блэкин барк малыш тром майч слэйер бисмастер есть оверлорд блинк владимир делает бкб муэрта апнутые транквилы ротов атос тузка солар дазл аганим аганим шар делает форстаф шторм пт арчит пугнам арканы форстаф медуза пт манта дисперсер драгон лэндс и клокверк имеет форстаф пиас пивас будет делать себе соло нет нужно поторопиться б.б. то есть зачем затягивать игру и переводить ее в лейт я считаю что все таки б.б. очень сильный лейт но и аврора вроде как не промах то есть медузка шторм но дазла не считаю лейтовым да потому что ну блин ну дазл ну че он там давайте смотреть все еще две линии стоят да б.б. заходят на рошана который появился это второй рошан правильно да есть уже банок и можно попытаться пойти так прощупать там защиту команды аврора так через через портал делает они атп вниз видим что то ли окружает или идут vision ставить то ли что я пока что не понимаю здесь калория рядом еще есть обед кстати попадает он под скандо если не улетит хорошо улетает 1 и улетает 2 то скорее всего бы отлетел бесплатно в таверну 13000 13000 б.б. нужно торопиться я думаю что с лучше стоит сейчас идти пока у вас такое большое преимущество то есть по бабкам по карте то есть давить сейчас команду аврора зачем давать им какие-то шансы так скоро будет butterfly кстати с butterfly морф конечно же становится почти что пуля не пробиваемым потому что медузка не пробивает шторм спирит ну такой себе дамагер по пюрехе пугна до пугна если там отсос а дикий при декрепифай как у него там netherblast постоянно путать ты сам говорил что могут отжать одну карту но я говорил то есть но это не знаю что я хочу чтобы они прямо сейчас отжали потому что это западло то есть отдавать 14 к преимущество то есть ну по факту это победная карта для команды б.б. то есть здесь проиграть можно только если допустить ошибки так что я думаю раз прет нужно давить на газ и выжимать полностью что там есть крутить пока пока не остановят как говорится да немножко подзатихла у нас игра пошла 31 минута понятно что команда б.б. возможно все еще проблемы состав изменился а проблема возможно осталось как заканчивать игру то есть нужно придумать как заканчивать игру ну в идеале нажать смог и попытаться кого-то поймать кого-то подловить где-то вот прямо сейчас вот это идеальный то есть они здесь не в пятером но отходят отходят да вот вот сейчас был идеальный вариант кого-то подловить я думаю стоит лучше подрубить а байбеки чтобы мы видели у кого есть у кого нету так ну что заходят по ботом линии и попытаются ее сломать так пошел фокус по т.а. 2000 пюрехи толкает фурста поближе к себе полетел шторм неплохо троих стянул больно б.б. но все еще на плаву миера наорал на джапса убьют и убьют езди крепи файс подсасывает нет умирает также подвязали здесь пугну пошел фокус по убивают умирает тут же два байбека делается аббит опять троих стянул пошел хекс по пацанами из б.б. все-таки пюр очень жесткий дерется не пробивает его батерпляя да пошел опять хекс от джапса и главное что они сломали охренеть просто снова по троим или попал по четверым и стянули здесь пошел фокус по клокверку минус клокверк медузка пока что там кого-то пилит но никого еще не могут убить напомню что клокверк мертв и было два байбека от команды аврора гейминг пюрехи если что есть еще аганим прошу прощения аегис а не аганим да что он спирит конечно же круто играет стягивает с этим аганимом но этого недостаточно этого недостаточно возможно поздно можно поздно нафармил свой был бы раньше еще тогда когда они по центру заходили возможно что-то бы изменилось так опять хекс все-таки сильный этот спелл и загоним шарда так пьюр по моему хочет потерять аегис или что ну да теряет но сейчас возродится целым пошел фокус опять троих нет на этот раз двоих стянули есть рота фотос пта 2000 но он пока что мантой скидывает жив цел и хукшот от кью прячет сноу болт здесь котаоми своего керри если зарбла 100 5 хекс по и уроне плохая стяжка наорали здесь на медузку медузку нужно убивать если медуза умрет это гг да медуза умирает это гг друзья это гг сейчас здесь подсасывает у нас каори но этого недостаточно умирает и обид просто прописывает good game ball play на все-таки смогли бы дожать хорошо хорошо получается у нас 21 8 24 тысячи преимущества 34 минут но по факту 33 минуты понадобилось команде бб чтобы одолеть своего противника и у нас первая карта первая серия заканчивается со счетом 20 друзья не знаю сколько перерыв какой перерыв хочется верить что у нас не будет вот таких задержек что они просто ждут расписание напомню что если по расписанию то полтора часа ждать хочется верить что этого не будет и просто ну минут 20-30 и пойдем катать следующий следующий матч следующая серия это тундра против gaming gladiators тоже бы 3 тоже верхняя сетка кто побеждает проходит на пэт бум матч будет завтра в 11 00 так что у всех обнял как всегда подписываемся на телеграм чтобы держать со мной связь и услышимся через 15 минут